В практике нашего отделения пересадки органов были и такие трансплантации. В 2018-м помощь мирового уровня впервые получил 46-летний житель Алейска. Сейчас в Барнауле делают 20 трансплантаций в год, в основном печени и почек. Этого количества, конечно, недостаточно для того, чтобы удовлетворять потребности Малтайского края. Потребность действительно порядка 30 на миллион населения. Мы в идеале должны делать 60. Мы здесь, в больнице, готовы при стечении определенных обстоятельств такое количество трансплантаций делать. Но вот сейчас постараемся обсудить, наметить, скажем так, планы развития, чтобы когда-то прийти. Очевидно, это будет не завтра. По словам московского гостя, физически проводить 60 операций в год несложно. В центре Шумакова, к примеру, проводят более 700. Главное, создать условия, а это без помощи регионального Минздрава невозможно. Поэтому сегодня Агатеев встречался с Дмитрием Поповым. По мнению главного трансплантолога страны, есть большое желание помочь тем, кто с больными почками годами находится на диализе. В Барнауле таких 800 человек. Хочется изменить статистику, изменить ее в направлении увеличения вот этих случаев, когда пациент, находящийся на диализе, получает донорский уровень. Таким образом, экономятся огромные деньги, которые затрачиваются на диализе, и, соответственно, освобождается диализное место для следующего пациента. Вот этот механизм, он лежит в основе вообще организации любой трансплантационной программы в любом регионе. Цель визита Сергея Готье еще и в том, чтобы понять, что мешает развитию трансплантологии в регионе. Как правило, это недостаточность взаимодействия между больницами по поставке донорских органов, а также нехватка квалифицированных специалистов. Обучать готовый в московском центре имени Шумакова, как и принимать врачей на повышение квалификации. Мы предоставляем возможность местным врачам, которые работают в этой команде, получать обучение на нашей базе в Москве, где выполняется огромное количество трансплантаций разных органов. Первым шагом к реализации поставленных целей стало подписание соглашения о сотрудничестве в области организации трансплантационной помощи. Его подписали Сергей Готьеев и главный врач крово-клинической больницы Диана Рудакова. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.